Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Меня зовут Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о нормировке винограда урожая. Для чего это нужно? Для того, чтобы нам получить красивую, вкусную, сладкую ягоду вовремя. И еще немаловажный пункт для того, чтобы наши виноградные кустики могли нормально, хорошо развиваться и давать хороший, качественный урожай не только в этом году, но и в последующем. Дело в том, что виноград, как и многие другие растения, закладывает урожай несколько больше, чем может нормально, полноценно выкормить, поскольку его основная задача это все-таки размножиться, но он подстраховывается на случай каких-то неблагоприятных явлений. И если, например, яблоня, видя, что у нее слишком много яблок, она их может часть сбросить, виноград, к сожалению, сбросить ничего не может. Ну и напомню, что мы с вами хотим получить красивый, сладкий урожай и вовремя. Именно поэтому нам надо проводить вот эту самую операцию, нормировку урожая. Когда это делать? Я сейчас скажу такую крамольную фразу, тогда, когда вам удобно. Да, есть определенные подходы, мы сейчас буквально через минутку о них поговорим, но все равно мы это будем делать тогда, когда у нас получается в первую очередь, а уже потом думать о всех остальных вещах. Итак, когда? Первое, когда у нас получается. Следующий момент. Кто-то, например, проводит нормировку урожая еще на уровне соцветий. Только соцветия выдвинулись, мы знаем, что это у нас за сорт, мы знаем, что он дает большие крупные огрозди, мы знаем, что столько виноград не прокормят, да, тогда мы можем лишнее убрать. Ну, вот такие нормировки, как бы до опыления, они хороши в том случае, если у нас стабильное погодное условие, у нас все хорошо, мы не ожидаем никаких катаклизмов, мы несколько лет выращиваем один и тот же куст, мы уже знаем, как он себя ведет. Да, тогда замечательно. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Мы в Беларуси находимся в зоне, скажем так, очень рискованного виноградарства, и вообще наш регион не является традиционным для этой культуры, поэтому мы проводим нормировки всегда после опыления. Когда мы четко видим, как завязалась ягода, мы уже можем прогнозировать какой-то урожай, и только тогда мы приступаем вот к этой самой нормировке. Кратенько рассмотрим причины плохого опыления. Первое – это сортовые особенности. Да, бывают некоторые сорта опыляются плохо. Второе – неблагоприятное погодное условие весной. Вот из-за холодной весны некоторые структурные части цветка могут не до конца сформироваться, и, соответственно, потом мы это видим уже после цветения, после опыления. Также могут быть неблагоприятные условия именно во время цветения. Низкие температуры, шквалистые дожди, жара также может повлиять. Жара, конечно, в нашем регионе в меньшей степени, но, тем не менее, тоже имеет место быть. И загущение. Виноград – ветроопыляемое растение, и поэтому, если у нас произошло загущение, тоже может плохо опыляться. Вот конкретно на нашем участке, да, некоторые сорта в этом году плохо опылились именно по причине загущения. Ну, дело в том, что не хватало у нас времени и возможностей хорошо досмотреть весь виноградник. Я вообще весь этот сезон ничего не могла на нем делать по определенным причинам. Только сейчас я уже могу приступить к каким-то работам, и то очень ограничено. Ну, все дело в том, что в нашей семье произошло пополнение, и поэтому вот немножко я оторвалась от, скажем так, рабочего процесса. А теперь поговорим о том, что мы должны учитывать при нормировке урожая. Конечно, мы учитываем то, как опылились грозди, потом мы посмотрим с вами конкретные примеры. Дальше мы учитываем сортовые особенности, потому что нормировка кустов, у которых грозочка 200-300-400 грамм, и нормировка кустов, у которых потенциал килограмм 2-3 у грозди, она будет разной. То есть мы обязательно должны это знать. Также мы учитываем возраст куста и его общее состояние. Вот эти два параметра, они будут взаимосвязаны. У нас может быть, с одной стороны, вроде уже и взрослый куст, но он плохо растет, либо наоборот, молодой, но который растет очень сильно. Поэтому вот эти два параметра мы должны учитывать в связке. Но при этом, напоминаю, что на молодых кустах, даже если они растут очень хорошо, все-таки есть опасность куст перегрузить, и, соответственно, на следующий год он будет плохо развиваться. Конечно, к каждому кусту мы подходим индивидуально, учитывая вот все эти факторы, о которых я вам сказала. Ну, есть одно определенное правило, которым мы можем руководствоваться. Примерно килограмм ягод на один взрослый хороший побег, длинный. Длинный побег – это вот примерно ваш рост и вытянутая рука. Вот так вот будем считать. Кто-то говорит о том, что надо считать листья, но считать листья – это совсем неправильно, потому что вот листья зилки, видите, в моей ладошке, а вот листики аркадии, да, и видим, что размеры несопоставимые. Поэтому просто, ну, примерно смотрим длину. Если побег нормально, хорошо развивается, он обязательно будет длинный, и у него будут хорошие полноценные листья. Ну, а теперь переходим к конкретным примерам. Начинаем мы с аркадии. Вот как раз она в том классическом варианте, когда четко видно, как что опылилось. Как правило, аркадия закладывает две грозди на побег. И смотрите, вот на данном конкретном побеге. Вот у нас гроздочка большая, хорошая, вот гроздочка маленькая. Маленькую убираем. У аркадии мы практически всегда оставляем только одну гроздь на побег. Аркадия может формировать гроздь до полутора килограмма, а то и больше у нас максимально было 1,6 кг. Хотя в прошлом году я на каком-то побеге пробовала экспериментировать, оставляя две грозди на побег, но они тогда были меньше. То есть в среднем на одну лозу как бы так и получилось, что чуть больше килограмма. То есть если мы оставим две, они просто будут меньше. И, конечно, нам обязательно нужно учитывать особенность года. В этом году у нас задержка вегетации из-за холодной весны. И нам надо не только получить урожай, но еще, чтобы вызрела лоза. Поэтому не перегружаем, лучше наоборот где-то, скажем так, лишнее убрать. Пусть урожая будет чуть меньше, но зато у нас будут нормальные здоровые костики, которые хорошо подготовятся к зиме. И смотрите, еще часто считается, что можно нижнюю гроздь оставлять, а верхнюю убирать. Вот еще буквально там на уровне цветения, что нижние гроздья, они как бы опыляются лучше. Вот смотрите, вот этот побег. Вот это у нас нижняя гроздь, вот это верхняя. Я думаю, что всем понятно, какая из них лучше. Соответственно, мы вот эту берем. Ну, смотрите, виноградник развивается неравномерно. Вот показал он только Аркадию. Там все как раз-таки для нормировки. А вот это зелга. Видим, что здесь уже такая большая крупная ягода. Зелгу мы вообще не нормируем. Но почему я показываю, что... Ну, помните, я говорила, что мы нормируем тогда, когда у нас получается. И в случае, если вы пропустили эти самые нормировки на уровне такого-то горошка, а приехали у вас уже вот такие большие крупные ягоды, но при этом вы видите, что побеги слабы, побеги плохо развиваются, не жалейте. Даже вот такую ягоду, конечно, такую убирать всегда жалко. Но не жалейте. Смело убирайте, потому что... Ну, как бы, пожалеете сейчас, да, скупой платит дважды. Пожалеете сейчас, будет хуже урожай, будет он мельче, может не созреть. А если уберете даже на такой стадии, то разгрузите кустик, ему будет легче достичь нужных кондиций. Вот, смотрите, это гроздь Велеса. Велес вообще нужно хорошо всегда нормировать. У Велеса огромные вот эти грозди, которые всегда всех впечатляют. Ну, для того, чтобы получить качество, но гроздь не надо работать. Вот эта часть верхняя, она практически уже отсвела, а вот эта еще доцветает. Смотрите, вот хвостик. Нам надо равномерное созревание, и кустик у нас здесь, ну, такой, вроде он и неплохо растет, но достаточно небольшой. Вот, смотрите, ну, чтобы понимать, да, о чем я говорю. Тем более мы учитываем и год, поэтому вот, вот эту часть грозди, смотрите, вот так вот, вот так вот, я убираю. Все. Она мне нужна. И вот это вот крылышко тоже можно убрать. Еще раз говорю, не жалейте. Тогда вы получите действительно хороший результат. Вот здесь, ну, более чем достаточно будет для того, чтобы получить хорошую ягоду. Тем более посмотрим еще остальные гроздочки на этом кусте. Урожай в любом случае получим. Получим нормальный. А так у нас будет здесь уже спелая, здесь еще и зеленая. Да, гроздь вроде впечатляющая, но на самом деле толку с нее может не быть. В всяком случае, такого результата, как нам бы хотелось. Вот это у нас кустик Академика. Развивается достаточно неплохо. Ну, кустик молодой, да, видим, что здесь большие пробелы. У нас многие кусты прям вот стеной растут. А здесь еще кустик молодой. Размер грозди порядка, там, 1,4 кг может быть. Он у нас дает 2, мне кажется, где-то было и 3 грозди, на побег. То есть, вот смотрите, да, раз, гроздочка. Да, 3, смотрите. Раз, два, три. Оставляем по одной. Вот какие из этих выбросов. В принципе, они одинаковые. Ставим одну. Вот смотрите, его же побеги. Вот, вот этот побег я вам только что показала. Вот он до верхней проволоки дорос. У нас здесь высокие очень шпалиры. 2,50. И вот побеги. Видите? Вот, вот где заканчивается. И еще один такой тоже небольшой огроздей. Вот на этом небольшом, смотрите. Раз, два, три, четыре. Красота, да, хочется оставить. Да тут вообще весь побег надо убирать. Вот еще рядышком тоже есть хорошие, полноценные побеги. Вот их мы оставляем. А вот это, и вот это мы убираем. Потому что вот такие побеги, вот такие побеги, коротюсенькие, ничего толкового с них не будет. Поэтому не жалейте. Будете оставлять вот такие, ну так и будут вот такие слабенькие побежики. Лоза на них может тоже особо не вызревать. И даже если вызреть, ну толку с нее, вот вот с такой вот тонюсенькой. Никакого. Поэтому убираем. Единственное, что, если молодые побеги мы выламывали, то вот такие уже мы не выламываем, а где-то на уровне, ну, сантиметр-полтора. Пенечек оставляем и отрезаем. Все. Не жалеем. Если вдруг так случилось, что у вас весь куст, ну, какого-то сорта, это вот такие коротенькие побеги с урожаем, оставьте буквально 2-4 самых, ну, самых лучших из этих побегов в тех местах, где они удобно растут, и где потом можно их на плодовой стрелке оставить, и убирайте с них весь урожай. Да, иногда надо пойти, ну, скажем так, пожертвовать всем урожаем ради куста. То есть не жалейте. Потому что, ну, будете просто мучиться много лет и не получать никакого результата. Поэтому не жалеем. Все лишнее, все слабое убираем. А вот, смотрите, это сеня. Вот это вот одна его гроздочка. Вот там прячется вторая. Ну, вот здесь тоже видно, да, что хорошо растет. Побег вот этот. Да и, в принципе, тут весь большой куст, смотрите. Ну, не успеваем, да, все сделать. Вот там длинные, большие побеги. Очень активно растут пасынки. Вот если активный рост пасынков, то говорит о том, что всего кусту хватает. И вот сеня мы нормировать не будем вообще. Во-первых, у него ранний срок созревания. Мы уже знаем, что он этот урожай вытянет. Мы знаем, что он себя здесь замечательно, хорошо чувствует. И поэтому мы можем себе позволить оставить здесь и две грозди на побег. Ну, вот эти грозди будут, наверное, порядка, там, грамм 700, может быть, так, плюс-минус. Вот, и я знаю, что они вытянут. Но, напомню, да, я пользуюсь общей схемой, да, то есть я знаю, что это взрослый куст, что он у меня здесь, я вижу, да, что он хорошо растет, он об этом сигнализирует. Единственное, что на сене я буду убирать, это урожай пасынковый. Он его тоже закладывает, в принципе, даже этот урожай может вызревать, но это уже лишнее. Потом пасынковый урожай будем убирать, ну, в принципе, работать с пасынками. Здесь мои любимцы технари Лондонуары Макузани. Третий год кустам, и мне вру, Лондонуар чуть постарше, я его покупала, скажем так, не первым годом куст, он якобы был четырехлетка, хотя было не похоже состояние, как у однолетки, корешки были маленькие, все было маленькое, но тем не менее, вот он так разросся, вот это Макузани. Сейчас я отойду чуть подальше, чтобы вы видели общую картину, то есть здесь нормировать нечего. Во-первых, небольшие гроздочки, во-вторых, очень хорошо растет вверх, все доросло до верхней проволоки, уже пора чеканить. Я специально на крайнем побеге оставила пасынки, вам показать для примера, смотрите, вот пасыночек небольшой, вот пасыночек небольшой, вот небольшой, на соседнем тоже, то есть небольшое количество пасынков, пасынков, сами по себе они тоже небольшие, при этом побеги до верхней проволоки доросли, вот это такой классический вариант, когда нагрузка правильная и хорошая. С одной стороны побег хорошо растет, он это показывает, с другой стороны он не жирует, то есть все нагружено правильно и хорошо. А вот пример, Русвен янтарный, опылился здесь плоховато, причем, смотрите, я вот сейчас там листику беру, вот там есть вторая гроздь, и четко видно, вот где листика не было, ветерок продувался, там ягодки нормальные, а с другой стороны грозди нет. Ну это наше упущение, то есть здесь густо, тем более при стеночек, ветер гуляет плохо, и пыльца перемещается плохо, то есть здесь надо было поработать, но не получилось. И в таком случае мы просто ничего не нормируем. Мы оставляем все как есть, здесь у нас 4 гроздики, урожай мы получим, но да, будет не очень красивая гроздика, ничего страшного. При этом, смотрите, вот тоже гроздика Русвена, но здесь все гораздо красивее получилось, потому что проветривание лучше, то есть вот причинам плохого опыления, это наше упущение виноградарей. И кого не стоит спешить нормировать, так это сорта женским типом цветка, то есть там надо дождаться, когда четко понятно, как опылился. Смотрите, это лора, обычно она у нас опыляется очень хорошо, но в этом году, наверное, не очень. Вот на этой гроздике пока что непонятно, что здесь опылилось, что здесь не опылилось. Вот на этой, да, уже более-менее, вот эти вот крупные ягодки, хорошо опыленые, и мелкие горошек. То есть вот на такой стадии можно делать нормировку, но даже вот еще можно с недельку подождать, особенно если это куст большой, мощный, взрослый, то смело можно подождать и пронормировать уже, когда четко видно, что опылилось, что не опылилось, может быть оставить все гроздики. Ну что ж, основные принципы я вам озвучила, основные примеры я вам показала. Помните самое главное, что в этом сезоне, ввиду того, что у нас есть задержка вегетации, лучше оставить урожая чуть меньше, если только у куста нет явных признаков жирования. Что такое жирующий куст, я вам ссылку на видео оставлю, чтобы вы посмотрели. Если он нормально развивается, признаков жирования нет, лучше оставьте чуть меньше. Если куст слабо развивается, не жалейте убирать урожай, потому что перегруз, он в дальнейшем повлечет гораздо больше последствий, чем просто отставание урожая в этом году. Как любят говорить винограды, редушите свою внутреннюю жабу. И пусть вам сейчас кажется, что ой, вот мы что-то убрали, что у нас останется? Останется. Вот те гроздики, которые остались, у них ягодка будет крупнее, ягода будет более качественная. Ну и также помните, что даже если вы где-то там не успели, уже ягода достаточно большая, но видите, что куста встает в росте, тоже смело удаляйся. Удалять никогда не поздно. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда, мои контакты, ну и ссылка на другие полезные видео. И до новых встреч!